Вот есть эзотерическая школа Уэй-Ювэй, Кравченко Аркадий Иванович, который обучался в свое время у руководителя эзотерической школы, которая называется Тайпанк, это Червоненко Александр, который в свою очередь обучался у Юрия Лонга, который придумал некую традицию такую, которую они назвали Ассоциацией целителей Мюнхенского института нетрадиционной медицины. На самом деле это все такая красивая была сборная компиляция из разных трудов, которые можно было на то время получить в свободном доступе. Так вот, одной из идей, которая находится там, заключалась в том, что человек, который занимается эзотерикой, должен наполнить другого человека белым светом. Я, когда изучал эзотерику, понял, что белый свет — это свет, который создает наше сознание. И в случае, если человек белый свет вокруг себя создает, то это хорошо, потому что это обнуляет его обещания, программы и желания. Так, если человека наполнять или вокруг человека создавать цилиндр из белого цвета пьющего или опускать на него, как Аркадий Иванович Кравченко говорит, белый свет, то такой человек, скорее всего, справится с алкоголизмом и так далее. Но не нужно себя заполнять белой энергией. Дело в том, что белая энергия — это энергия сознания, а не жизни. А что такое энергия жизни? Энергия жизни — это когда электросварка, это когда спичка и когда огонь. Вот она энергия. Энергия — это когда электрический ток, а не белая энергия. Золотая энергия. Если человек хочет чем-либо себя наполнять, он должен наполнять золотом. Почему? Золото — это энергия сжигания. Когда что-либо горит, а наша жизнь связана с тем, что что-то горит. Когда человек живет, то каждая клетка, она сгорает, а новая появляется. И так мы живем. Река жизни, она все это остужает для того, чтобы мы быстро не сгорели. Не напрасно в народе есть такие слова. Выгорел, выгорел, сгорел и так далее. Точно так же и с человеком. Хотите как-то себя лечить? Заполняйте себя золотом. Заполняйте золотой энергией. Таким образом клетки будут быстрее работать. Хотите похудеть в животе котел с золотом. Хотите, чтобы где-то было быстрее. Представляете, будто там энергия появилась в виде золотого свечения. Почему и откуда берутся данные знания? Данные знания берутся из книг. Данные знания берутся из тех обучающих материалов, которые я в свое время получал. Есть такая мантра. Этой мантре говорят 2000 или 4000 лет. Она звучит так. Здесь очень важное слово. Это слово савитур. Что такое савитур? Это сияние золота или сияние вот такого огня. Там говорится буквально энергетически о том, что каждый человек в своем теле имеет свечение огня. Как солнце, он светится. А мантра эта звучит так. Пусть свечение моего солнца, которое находится в моей груди, греет тех, кто находится рядом со мной. И пусть от этого свечения сгорят те враги, которые живут вокруг меня и хотят сделать мне что-либо плохое. Таким образом, вот такое савитур или вот такая энергия солнца, которая возникает у человека, она проявляется в виде ваших чувств. Если у вас ваши чувства яркие, теплые, радостные, есть огонь яркий и сияющий, есть чувства кислые, неприятные, ненавидящие, раздражающие, то в вас появляется тьма. А где появляется тьма, то туда заливается в вашу глину, о которой я говорил, большое количество воды из реки жизни. И там появляется застойная вода. Там же появляются всевозможные жабки, червячки, болезни и так далее. Именно поэтому я часто говорю, следите за своими чувствами, делайте так, чтобы эти чувства были радостными. Применяйте мои эзотерические практики и занимайтесь саморазвитием. Я рад, что у нас сегодня...